Первый день, когда появилась джавелинка, солдаты до сих пор вспоминают с радостью. Тогда россияне наступали в районе Водянова, но дойти до украинских позиций им было не суждено. Несли мои ребята боевое дежурство. Я там тоже был. И начался штурм танковой колонной противника. Где-то 9-10 единиц техники. Сначала там подвели два Т-72, но они не останавливались. И они дальше ехали, как ни в чем не бывало. По их штурму было видно, что им все равно, что они теряют технику. И они шли дальше на штурм данных позиций. Потом мои парни и я наносили огневое поражение. Бойцы сразу уничтожили два танка и два БМП-оккупантов, а следующую технику противника уже встречали украинские танки и артиллерия. Затем были танковые бои. Танки также наносили огневые поражения БМП. Наши танкисты. Работала артиллерия. Атаку отбили. Их всех уничтожили. Для украинских бойцов эти трофеи не первые и не единственные. За три месяца «Маяк» только сам лично уничтожил пять единиц техники. Первая БМП, второй танк, третья БМП, последние два танки Т-72. Успех оператора Джавелина зависит от слаженной работы с другими подразделениями, в том числе аэроразведкой. Да не будет, что ты сидишь с установкой и увидел «О, техника!» А такого нет. То есть аэроразведка ее видит, видит ее издалека. То есть время на подъезд. То есть ты знаешь, что через такое-то определенное время техника поедет, она будет ехать в том направлении. Сколько единиц ее, ты будешь знать. И ты не сможешь перепутать чужую технику и свою. А вообще ждем, когда будет контрнаступление. Будем уже двигаться в ту сторону. Мы позиции меняем часто, но все равно хватит на одном месте сидеть постоянно. Хочется уже наступать.